Ребенок растет без отца. Давайте разберем вот такую ситуацию. Однажды ко мне на расстановку обратилась женщина, кажется, что-то у ребенка было со здоровьем, и мы стали расставлять, и достаточно быстро выяснили, что ребенок не знает истинную ситуацию с ее отцом. То есть девочка думала, что папа умер. А на самом деле, когда девочке было два года, папа ушел из семьи и дальше жил там какой-то своей жизнью, и даже мама про эту жизнь не знала. То есть просто папа где-то жил в другом городе, и все. И мама, когда девочка уже подросла и стала задавать вопросы, сказала, что папа умер. Вы же знаете такие ситуации, это очень распространено. К сожалению, когда люди разводятся, то мама предпочитает сказать, что папа умер. Или папа, не знаю, в командировке, или что-то еще. Но предпочитает не говорить правду. И когда эта девочка, когда уже мама обратилась ко мне на расстановку, уже была такая ситуация, что девочка внутренне пережила ситуацию потери отца, и у нее были, в общем, честно говоря, суицидальные мысли. Когда я ей сказала маме, что как ты могла так обмануть ребенка, вот ты сама подставь себя на место своего ребенка, и пусть тебе скажут, что твоя мама умерла, или папа умер. А на самом деле он просто живет в соседнем городе. Ну как? Мама говорит, что заместитель ребенка в расстановке говорит прямо его мысли. В общем, там была очень тяжелая работа. И, к сожалению, мама достаточно быстро стала узнавать про отца и выяснила, что он действительно умер. Но умер он за месяц до этой расстановки, он просто погиб в катастрофе. Представьте ужас этой мамы, которая 6 лет или 8 лет, получается, обманывала ребенка, что папа умер, а тут теперь на самом деле умер. Вот. Закончилось все относительно хорошо. Мама поняла, что она совершила ошибку. Она смогла уже, уже ребенок, в общем, было ей 10-11 лет, девочки. Мама смогла ей объяснить, что папа все это время был жив, что он, в общем, действительно не принимал участия в жизни, не интересовался судьбой дочери. Ну, наверное, потому что был слабый человек, может быть, пил. Вот. Но сейчас он действительно умер. Они поехали, нашли его могилу, ну, выяснили, где эта могила. Нашли. Ну, как-то там погоревали вместе. Нашли его маму, ее бабушку. Пообщались с ней, наладили отношения. Там еще какая-то тетя есть, да. То есть, что я хочу сказать. Всегда лучше, чтобы ребенок знал истинную ситуацию и общался с настоящими живыми родственниками, например, с бабушкой или тетей, чем он пребывал в какой-то вот иллюзии, что все как бы хорошо, но просто это вот, не знаю, бог виноват, он отца забрал, вот он погиб. Это не так. Вот. Рассказывайте детям правду, как бы это ни было тяжело. Но чем горче пилюля, тем она здоровее вся ситуация. И если вы уже понимаете, что вы уже совершили эту ошибку, то я очень рекомендую проводить расстановку. Есть такое понятие, глубокая расстановка для детей. Это восстановление силы рода в роду именно ребенка. То есть, мы собираем силу с двух родов, вашего и вашего ребенка-отца. У ребенка после расстановки появляется совершенно новое ощущение себя. То есть, если у вас проблемы с ребенком, скорее всего, что любые, скорее всего, что в роду у него какой-то слив. Вот этим надо заниматься. Всего хорошего. Приходите на расстановки.